Всем привет! Я продолжаю рассказ про Покрас. На этот раз я буду показывать не на своих работах, а на работах учеников. Делаю я так потому, что в моих работах изначально отсутствуют некоторые ошибки, так как у меня больше опыта в этом. В связи с чем я могу упустить важные для вас аспекты работы. Ваши работы и обратная связь помогают мне понять, в чем именно возникает сложность, что не дает вам двигаться дальше и о чем нужно рассказать. Прошу не воспринимать это как критику вашей работы, я лишь хочу разобраться и помочь. Сейчас у меня открыта работа Юлии Тищенко, она рисует сэмплер с машинками. Прочитаю ее комментарии о сложностях, с которыми она столкнулась. Юлия пишет. Из-за мелкого размера получается, что плавность закрашивания цветных участков можно получить только дробными или всякими недокрестиками. Сижу и думаю, а надо ли, не проклянет ли меня вышивальщица. А без этого цветные участки просто квадраты-прямоугольники. Прелесть иллюстрации теряется. Давайте разбираться. Как я поняла, Юля не устраивает малое количество пространства для маневра и округлые участки, которые сложно сделать круглыми из-за этого. Обратимся к исходному изображению. Оно открыто слева. Первое, на что я обратила внимание, это цвет. На исходном изображении первая машинка голубого цвета. А в схеме мы видим синий. Я перейду в палитру, чтобы подобрать подходящий цвет. На мой взгляд, здесь более уместно будет палетка цветов, начинающаяся с 747 цвета. Поэтому вместо 518 я беру 3866. Вместо 519 создам бленд из 3866 и 747. И добавлю в палитру чистый 747 цвет. Далее я добавляю в палитру еще более светлый цвет, 3756. Так как на крыльях машины есть высветление и он нам пригодится. Но на этом этапе стоит и глядеться. И прежде чем наполнять палитру цветами, обратить внимание на исходник в целом. Я вижу, что светлые участки есть и на других машинках. И на красной, и на бежевой. Значит будет лучше вместо самого светлого 3756 воспользоваться блендом из белого и голубого. Таким образом белый потом мы сможем использовать и для других элементов. А вот светло-голубой 3756 нам больше не понадобится. Тем самым мы высвободим лишний цвет из палитры и максимально задействуем те цвета, которые мы уже набрали в палитру. Я переключаюсь в режим символов для того, чтобы быстрее сориентироваться в том, где какой цвет и как построен переход. Я вижу, что Юля сделала изгиб на крыле машины с помощью 3 четверти креста для того, чтобы подчеркнуть высветление, как на исходнике. Не обязательно проводить такую четкую границу и вводить сложные стежки. Можно добиться перехода и крестиками. Для этого мы и добавили цвета разной насыщенности в палитру. Я делаю дугу из крестиков, повторяя контур крыла. Затем сверху накладываю цвет на тон светлее, а именно 747. Затем бленд из 747 и белого. Я убираю все 3 четверти креста, меняю их на полный крест. Как видите, углы выходят за границы бэкстича совсем немного, только уголки. Смотрим, как это выглядит в режиме отображения крестиков. Держим в уме, что на готовой работе эти углы будут выглядеть мягче. Повторим то же самое с передним крылом. Обратите внимание на то, как я стыкую крестики между собой и каким образом осуществляется переход из одного цвета в другой. Я располагаю крестики лесенкой, так что они соприкасаются друг с другом только углами по диагонали. Добавляю больше белого, ориентируясь на исходник. Всего я использую 3 цвета. Темный, переходный и светлый. Эта формула применима ко многим сюжетам, где есть элемент, который нужно закрасить одним цветом, но при этом показать объем и то, как падает свет. В данном конкретном случае у меня есть базовый цвет. Это бленд из 3866 и 747. Им закрашена практически вся машина. Самый светлый цвет – это бленд из 747 и B5200 из белого цвета. Переход от основного к самому светлому осуществляется с помощью переходного цвета. Это цвет 747. Иногда нужно добавить в сюжет еще несколько цветов, более темных или более светлых, в зависимости от исходника. В данном случае у меня есть еще один вспомогательный цвет. Это чистый 3866. Самый темный я использую в местах, где мало света и нужно показать глубину. Но так как его используется совсем немного, я все-таки говорю, что основных цветов здесь три. Чтобы заполнить пустое пространство аналогичными цветами, я пользуюсь пипеткой. Сейчас я убираю из палитры стежки и цвета, которые используются только для одного крестика или одной линии бэка. Старайтесь перед добавлением в палитру новых цветов посмотреть на уже имеющиеся. Возможно и добавлять не придется. Конечно, речь здесь не идет об уникальных цветах, которые нужны обязательно. Как, например, желтый цвет для фар. Без него не обойтись и ничем не заменить. Но, например, цветовая палитра колес может перекликаться с цветом металлических перекладин и складывающейся крыши на машине. Я определилась с цветами машины и докрашу ее позже, а пока перехожу на колеса. Юля подобрала 317, 318 и 415 цвета. Они все из одной палетки, холодные и серые, сочетаются и плавно переходят друг в друга. Отлично, будем работать с ними. Какая сложность может возникнуть с колесами? Они круглые и маленькие. Нарисовать круг квадратами задача непростая, но мы попробуем. Итак, для начала определимся с тем, где какой цвет будет располагаться. Самые темные участки 317 цветом будут в верхней части колес, так как там на них падает тень от крыла. Самый светлый цвет будет располагаться по центру, на диске колеса. На мой взгляд, можно взять цвет даже на тон светлее, например, 762 вместо 415. Далее я пробую заполнить колесо цветом, ориентируясь на исходное изображение. Результат меня не устраивает, поэтому я решаю закрасить колесо одним цветом. Я всегда поступаю так, со сложными элементами, потому что однотонный слой позволяет взглянуть на объект в целом и в отрыве от исходника определить места высветления или затемнения. Когда рисуешь сразу всеми цветами, стараясь получить результат, похожий на исходник, мозг концентрируется на частных моментах, теряя общую картину. Важно не забывать отдалять работу периодически и смотреть на нее издалека, чтобы понять, где требуются правки. Я так и не смогла найти оптимального варианта покраса колес. Решила, что вернусь к ним позже, когда буду красить переднее колесо. Возможно, оно сможет направить меня в нужное русло. Так бывает, иногда на небольшой элемент уходит больше времени и сил, чем на покрас крупного объекта. Нужно быть к этому готовым и не зацикливаться на подобном моменте, как на чем-то негативном. Расценивайте это как головоломку, которую нужно решить. Это может добавить азарта, и вы не бросите это дело, пока не доведете до конца. Далее я вернулась к корпусу автомобиля, углубила цвет на заднем крыле и еще поработала над переходом цветов. При покрасе дверей решила воспользоваться методом, который использовала ранее. Крашу сначала основным, затем переходным и самым светлым. В этот раз не сработало. Покрас выглядит неестественным, и четкие границы дверей напоминают квадрат. Теперь я понимаю, что имела в виду Юля. В таком случае я уменьшаю количество переходов, оставляю светлый контур двери 747 цветом, толщиной в один крестик. Чтобы избежать квадратности, убираю крестики, расположенные в самом углу. Таким образом, контур будет выглядеть более округлым. Сейчас я пробую добавить в работу переход шахматкой. Название метода говорит само за себя. Крестики смежных цветов располагаются друг относительно друга в шахматном порядке, образуя плавный равномерный переход. Чаще всего его используют в изображениях, где присутствуют цветы, животные или растения, а также на лицах людей. Этим способом пользуются многие дизайнеры и фирмы-производители в своих работах. Вы могли видеть такие переходы в работах производителя наборов для вышивки MP Studio, точнее их подразделения «Жар птица». Среди дизайнеров можно привести в пример работы Анны Петуновой, Светланы Сечкарь и Полины Тарусовой. Шахматка всегда хорошо видна на скрине схемы, но на готовой работе выглядит не так броско. Я с ним не могу подружиться и шахматку использую редко. Вернемся к схеме. Ситуация, которая вводит в ступор многих из вас. Как быть, если крестики выходят за границу бэкстича или наоборот не доходят до него? Менять бэкстич или вводить узкокрестики? В Юлиной работе хорошо представлена эта ситуация. Каркас крыши обрисован линиями бэкстича таким образом, что между ними не помещается полный крест. Ситуацию осложняют изгибы и неровности, например, в месте, где каркас окна соприкасается с корпусом автомобиля. Что касается каркаса крыши, здесь есть три варианта. Первый – это заменить две параллельных линии бэкстича на одну широкую, например, бэк в 3-4 сложения или лонгстич. Второй вариант – увеличить расстояние между линиями до размера одного крестика. Третий вариант – оставить линии бэкстича без изменений, но ввести в работу узкокрестики, чтобы закрасить пространство между линиями. Я считаю, что третий вариант – это необоснованное издевательство над вышивальщицей. И в данном случае лучше выбрать один из первых двух вариантов. При таком раскладе схема не будет перегружена сложными элементами и сильно не потеряет в своем внешнем виде. Я выбрала за основу второй вариант и заново отрисовала линии бэкстича, таким образом, чтобы между ними помещался один крестик. Затем я высветляю углы двери и крылья авто белым цветом, приближая покрас к исходному изображению. На переднем крыле столкнулась с проблемой заполнения контура крестиками. Как видно, здесь должна быть фара. Юля нарисовала несчетным бэком линию фары ровно посередине крестиков. Я советую в таких случаях перерисовывать бэкстич для того, чтобы не усложнять схему. Наша задача не точь-в-точь повторить исходник, а сохранить суть и передать идею. Глядя на исходник, я определяю, как будет идти линия бэка и держу в уме, что справа и сверху будут фары, которые желательно нарисовать полными крестиками, значит и бэк беру счетный. Я не буду комментировать каждое действие, так как в конце подведу итог, и вы сможете сравнить и понять, что изменилось. Но буду останавливаться на важных, на мой взгляд, моментах. Например, я снова вернулась к боковому стеклу машины. Очень сложный участок, если пытаться закрасить его по тому бэку, который тут есть. Во-первых, давайте обратим внимание на изгиб корпуса. Действительно ли он обоснован? На исходнике я вижу, линия прямая, поэтому спешу ее исправить. Также абсолютно точно нужно менять горизонтальную линию, которая сейчас проложена ровно посередине клеточки. Проводим эту линию вдоль крестиков. Когда в первый раз начинаешь рисовать бэкстич, сложно отличить нужное от ненужного. Отойти от исходника и провести линию на 3 мм выше или ниже страшно. Страшно испортить исходник. Страшно потерять шарм рисунка. Через эти ошибки все проходят. Вы видите, как много мне приходится исправлять бэкстича, чтобы комфортно заполнить схему крестиками. Поэтому учитесь на своих ошибках, анализируйте, почему вам сложно заполнить рисунок крестиками. И когда в следующий раз вы будете рисовать бэкстич, несколько раз подумайте, прежде чем переключаться в режим дробного бэка. И не забывайте отдалять работу и смотреть на нее издалека. Почаще выводите схему в изображение и сравнивайте ее с исходником. Потому что когда вы приближаете схему, чтобы видеть, где провести линию, вы видите не всю картину целиком, а только отдельный участок. Это сбивает вас с пути целостности. Не забывайте об этом, пожалуйста. Вернемся к работе. Я перебираю варианты покраса окон. Окна это повторяющийся элемент в данном сэмплере. Поэтому нужно найти один способ, который будет использован и при покрасе остальных машин. Поэтому я решаю найти этот способ с помощью второй машинки, на которой окна занимают большую площадь по сравнению с первой. Покрываю часть машины цветом. Это позволит посмотреть на итоговый результат целиком, а не отдельно на окна. Перебрав варианты, я решила закрасить окно полукрестом. И здесь очень важный момент. Цвет окон совпадает с цветом первой голубой машинки. Когда в схеме присутствуют крестики и полукрестики одного цвета, они должны иметь разные символы. Разные символы они имеют тогда, когда один и тот же цвет добавлен в палитру два раза. Таким образом, у нас есть 747 цвет для крестиков, и он имеет свой символ. И 747 цвет для полукрестиков, и он имеет другой символ. Это очень важно, так как вышивальщица ориентируется в схеме именно по символам. И если вы нарисуете и крестики, и полукрестики одним символом, на скрине они, конечно же, будут отражены верно. Но в самой схеме это будет одинаковый значок. И вышивальщица все участки этого цвета вышьет либо крестом, либо полукрестом. В зависимости от того, что вы укажете в ключе. Допускать этого категорически нельзя. Настало время вернуться к колесам. И здесь я снова буду править бэкстич. Я перепробовала много вариантов, на что ушло большое количество времени. Вам нужно запастись терпением, если хотите получить хороший результат. Старайтесь не заканчивать работу за один присест. Так как часто бывает, что глаз замыливается, вы уже привыкаете к получаемому результату, и он вам кажется уже не таким плохим, как в начале. Но все это может быть обманом. Бывает, что приходится перекрашивать, перерисовывать некоторые элементы заново. И в данном случае относительно колес проще стереть бэк и нарисовать его заново, чем мучиться и впустую тратить время, перебирая варианты покраса. Чтобы глаз не замыливался, я прибегаю к методу, который я озвучила еще в начале видео. Однотонный слой. Я покрываю сложный элемент одним цветом, базой. И после этого создаю объем с помогательными цветами. Изменив одно колесо, приходится подстраивать второе и менять смежные элементы. Крылья и бампер. Далее идет долгий процесс редактирования как бэкстича, так и крестиков. Я ускорю видео, но советую вам понаблюдать за тем, что происходит на экране. Я всегда держу исходник рядом, чтобы не забывать, что я рисую. Вы рисуете крестики и линии по сетке, и думаете, что вам достаточно исходника под сеткой, чтобы справиться с отрисовкой. Но это может сыграть с вами злую шутку. Потому что когда исходник приближен, вы не видите общей картины и можете неправильно понять элемент. Вы стараетесь нарисовать все линии, которые видите, и заполнить все максимально подходящим цветом. Пусть даже придется добавить ради этого новый цвет в палитру. Например, без исходника я не смогла бы понять, что означают линии справа от капота машины. Это бампер? Нет, это бампер и фара. Что из этого фара, а что из этого бампер, не совсем понятно. То же самое с цветом. Помните о том, что художники при рисовании могут случайно мазнуть, ошибиться и не промыть кисточку. В результате появляется дополнительный оттенок на работе. Художник чаще всего не исправляет это и оставляет как задумку. А мы, создатели схем, сидим и гадаем, что имел в виду автор, добавляя этот цвет в работу. Да ничего, мы можем упустить этот цвет без зазрения совести. Мы адаптируем рисунок в схему. А приори схема будет отличаться от рисунка. Этого не избежать. Надеюсь, вы поняли мою мысль. Перейдем к итогам. Первое. Важно понимать, что вы рисуете. Осознанно проводите линии бэкстича, и тогда не придется их править при покрасе. Второе. Меняйте дробный бэк на счетный, где это возможно, чтобы избежать усложнений в виде узкокрестиков. Иногда для этого требуется перерисовать и смежные элементы, но это оправдано. Третье. Не добавляйте сложные стежки без необходимости. Нет необходимости добавлять узкокрестики, если дело касается внутренних линий, тех, что находятся внутри объекта, а также близких по оттенку цветов. Нужно добавлять узкокрестики, когда дело касается внешнего контура, выход за границей которого может негативно сказаться на результате. Но тут тоже важно без фанатизма. Из всех правил есть исключения. Думайте, анализируйте, смотрите на работу в целом и найдете решение. Прежде чем начать красить, проанализируйте работу. Разберитесь, с какой стороны падает свет, какие участки будут высветлены, а какие затемнены. Мысленно разбейте сложные объекты на фигуры, чтобы лучше понять форму и способ ее покраса. Есть еще несколько вопросов, которые вас интересуют. Анна Журавлева спрашивает. Что делать, если на схеме переход цветов очень резкий, а по живой карте нормальный? То есть нужно ли делать красивый скрин? Аня, у меня к тебе встречный вопрос. Ты уверена, что цвета, подобранные тобой, хорошо сочетаются и будут плавно переходить друг в друга? В живой карте цвета отсортированы по оттенкам и насыщенности этих оттенков. В программе цвета располагаются аналогично карте цветов. Безусловно, есть отличия отражения программных и реальных цветов. Но тем не менее, они очень близки и растяжки цветов такие же плавные, как и в живой карте. Если ты берешь цвета из одной растяжки цвета и сочетаешь их между собой, переход будет хороший. Это ты увидишь и на скрине, и на реальных крестиках. Я склонна доверять программе, ведь в ней цвета аналогичны карте. А карту составляли профессионалы своего дела, люди, разбирающиеся в колористике намного лучше нас с вами. Нужно делать такой скрин, чтобы он максимально передавал цвета готовой работы. И прежде чем подвергать сомнению палитру, составленную профессионалами, сначала лучше подвергнуть сомнению свой подбор на глаз и проверить его, вышив участок на конве. Маша Данилова спрашивает, как правильно делать переходы от цвета к цвету. Ну, во-первых, подберите палитру цветов. Сделайте растяжку, добавив по необходимости бленды. При создании перехода пользуйтесь составленной растяжкой. Сначала темный, потом переходный, потом светлый цвет. Что касается способов оформления переходов, я назвала их уже в этом видео. Первый – это шахматка. Позволяет добиться плавного перехода. Но делать шахматку непросто. Тут нужно приноровиться. Пошерсти работой любимых дизайнеров и найди свою закономерность в этом способе. Второй способ – это переход цветовыми участками или пятнами, когда каждый цвет располагается друг за другом последовательно. Здесь важно не допускать объемных лестниц. Крестики при таком способе соприкасаются углами. На этом у меня все. Оригинальная длина этого видео – час сорок минут. А я лишь одну машинку поправила и закрасила. Поэтому не торопитесь в отрисовке, работайте вдумчиво и добьетесь лучшего результата. До встречи в следующем видео. Субтитры создавал DimaTorzok